Он был просто еще одним сумасшедшим в мире полном безумцев. К счастью, у него хватило ума обратиться к хорошему психотерапевту. Пи-эс, этот психотерапевт сейчас тоже ищет себе хорошего психотерапевта. Дональд Уэстлейк. Назначение. Он был худым, неприметным мужчиной с отрешенным взглядом. Он бесцельно брел по запруженной людьми улице, а потом остановился и уставился на витрину с кастрюлями и сковородками. Он был единственным, кто на нее смотрел. Он на мгновение сосредоточился и вообразил, как стирает все содержимое витрины из реальности. Кастрюли и сковородки исчезли. Худой мужчина расправил плечи. «Я... Бог...» Подумал он и огляделся, чтобы посмотреть, осознает ли это еще кто-то, кроме него самого. По-видимому, никто этого не осознавал, потому что людской поток не изменил курса и не расступился перед ним, чтобы отдать ему дань уважения. Он чувствовал себя несколько разочарованным. Божественность без почитания — штук безвкусная. Он неприязненно посмотрел на пузатого мужика в сером костюме. Его не нравились пузатые мужики в серых костюмах. Он вообразил, как мужик исчезает из реальности. А затем с удовлетворением оглядел пустое место, которое тот только что занимал. Чья-то рука похлопала его по плечу, и он, вздрогнув, обернулся, слегка удивленный тем, что его потревожили. «Тебе придется пройти дальше, приятель», сказал ему человек в синем плаще. «Я не могу позволить, чтобы ты шлялся у моего магазина. Мне жаль вас, бездомных бродяг, но он позволил словам повиснуть в воздухе, ожидая, что худой мужчина начнет двигаться». Поскольку эти слова были произнесены беззлобно, даже с каким-то сочувствием худой мужчина не стал воображать, как стирает человека в синем плаще из реальности. Он просто побрел дальше. Он был рад, что день выдался достаточно теплым, иначе ему пришлось бы вообразить второе солнце. Подумав об этом, он рассмеялся. Шаркая ногами, он плелся по мостовой, в данный момент довольствуясь изучением предметов и людей, и его воздействия на них. Шишка на голове все еще болела. Он полагал, что, скорее всего, именно она ответственна за отсутствие у него памяти. Он не знал, где он получил эту шишку и когда. Худой мужчина ничего не помнил о себе, кроме того, кем он был. Он был Богом. Все остальное скрывал густой туман забвения. Он попытался проникнуть сквозь него, но это отнимало слишком много сил, в конце концов он сдался и сосредоточился на том, чтобы быть Богом. Это было весело. Бродячая собака гавкнула на него, он превратил ее в ничто. Он наткнулся на пожарный гидрант, и гидрант тут же исчез. Он увидел ярко-желтый автобус, отъезжающий от остановки, и неожиданно решил, что поедет на нем. Автобус медленно прокатил мимо. Худой мужчина вообразил, будто он только что подъехал к остановке и сел в него. Нужно было заплатить водителю за проезд, поэтому он вообразил пригоршню монет в кармане и протянул их ему. Потом присел рядом с толстой женщиной, которая с недовольным видом от него отстранилась. Я не знаю, кто я, но больше ничего не знаю. Может, я сошел с ума? Мысль интриговала, и он держал ее в уме, пока автобус ехал несколько остановок. Наконец водитель оглянулся и крикнул. «Конечная! Мак! Будешь выходить?» Худой мужчина вышел и огляделся. Эта часть города выглядела уныло и безрадостно. Таким мог быть только район Трущоб. Он продолжал думать о том, что, возможно, зашел с ума. Если он сумасшедший, тогда он, может, и не бог вовсе. Он тут же отбросил эту мысль как абсурдную. Он был богом! Какие нужны доказательства? Он проголодался и зашел в маленькую кафешку, где мухи весело скакали по неприкрытым пищевой пленкой кускам пирога. Он сделал заказ, поел и ушел, расплатившись с хозяином остатками денег, которые он вообразил ранее, лежащими у него в кармане. Он чувствовал себя лучше, но не мог избавиться от мысли о безумии. Чтобы успокоить себя, он осторожно вообразил, как переносит большого дворового кота за границы реальности. Кот исчез. Но, может быть, мелькнул у него в голове, а, может быть, кот просто быстро убежал? Коты, знаете ли, очень шустро бегают. Доктор. Точно. А что ему терять? Он вообразил, что порванный старый пакет, лежащий рядом с ним на ступеньках дома, где он присел отдохнуть, был телефонным справочником. Он внимательно пролистал его, нашел в нескольких кварталах от себя приемную психотерапевта, психотерапевта, встал и снова медленно поплелся по мостовой. Солнце скрылось за облаками, и он вообразил, как стирает их. Облака исчезли. Он зашагал дальше бодрее. Он замечал, что люди как-то странно смотрят на него, но не обращал на это внимания. Он знал, что его одежда грязная, изношенная, но он был богом, и такие вещи не имели для него никакого значения. Он мог бы мстительно вообразить, как вычеркивает всех этих людей из реальности, но решил проявить милосердие, пока не поговорит с психотерапевтом. Ну а потом... Кабинет психотерапевта располагался в обшарпанном здании, на нижнем этаже которого в один ряд выстроились цветочный магазин, бокалейная лавка и виноводочный. Кабинет находился на втором этаже. В приемной не было и намека на секретаршу. Там стояло несколько стульев, а вскоре появился и сам психотерапевт, который радостно улыбнулся, увидев посетителя. «Ходите», — пригласил он. Его улыбка обнажила крупные белые зубы, которые почти затмевали все остальные черты его лица. Он был шатеном. Он выглядел так, как и должен был выглядеть психотерапевт. «Худой мужчина с беспокойством вошел в кабинет. Теперь, когда он был здесь, он уже не был уверен, что хочет про себя что-то узнать. Предположим, выяснится, что он таки ненормальный. Тогда дурду». «Худой мужчина испытал толчки неосознанной тревоги, которые психотерапевт уловил своим профессиональным чутьем. Он подвел худого мужчину к удобной кушетке. «Просто лягте на нее и расслабьтесь», — сказал он. «Далее мы попробуем разобраться с вашей проблемой». Он успокаивающе улыбнулся, но худой мужчина увидел острый, испытывающий взгляд за широкой белозубой улыбкой. Худой мужчина тяжело опустился на кушетку. Он устал, он был разбит и озадачен. Единственное, что он знал наверняка, — это то, что он бог. Остальное было для него пустым звуком. Психотерапевт знал свою работу. Он придвинул поближе стул и сел, готовый внимательно слушать его. Проницательный взгляд ощупал худого мужчину с ног до головы, считывая информацию, анализируя. «Я беру двадцать долларов в час», — заявил он, еще раз окинув взглядом одежду мужчины. «Мне кажется, будет лучше, если я сразу упомяну об этом». «Угу», — согласился мужчина на кушетке и тотчас же вообразил себе эту сумму денег. Он сунул руку в карман, вытащил бумажник, достал деньги и протянул их психотерапевту. «Ах, психотерапевт просиял». Потом наклонился вперед и доверительно произнес. «Ну, так что с вами не так? Или вы думаете, что с вами что-то не так?» «Я бог», — сказал худой мужчина. Психотерапевт прикусил губу и задумчиво постучал карандашом по крупным зубам. «Такс, очень интересно», — пробормотал он. «И что заставляет вас верить в то, что вы бог?» Мужчина на кушетке неловко заерзал. «Бог может сделать все, что угодно. Он всемогущ. Я могу сделать все, что угодно. Я всемогущ. Как бы все очевидно. Я. Бог». В его словах чувствовалось некое нетерпение, поэтому психотерапевт поспешил его успокоить. «Конечно, конечно. Все вполне очевидно». Он помедлил, потом спросил. «Но что вы имеете в виду, когда говорите, что можете сделать все, что угодно?» «Я могу передвигать здание», — тихо сказал худой мужчина. «Могу заставить обрушиться горы. Могу убивать людей, просто пожелав им смерти. Я мог бы даже уничтожить все сущее, если бы захотел». «Вы когда-нибудь делали что-то подобное?» В голосе психотерапевта все еще звучали нотки заинтересованности, но в нем уже чувствовалась скука. «Да», — подтвердил мужчина, который называл себя богом. «И вы ничего не помните о своем прошлом? Совсем ничего? Только то, что можете делать всякие чудные вещи?» Худой мужчина кивнул. Еще несколько вопросов, и психотерапевт откинулся на спинку кресла. «Ам, ваша болезнь вполне обычна», — сказал он авторитетно. «Насколько я могу судить по первому приему, вы страдаете шизофренией или, проще говоря, раздвоением личности?» «Диагноз подтверждает и ваша травма головы. Судя по всему, вы или упали, или вас сильно ударили. Именно этот удар и побудил к жизни ваш второе я, считающее себя богом». Психотерапевт сделал паузу и внимательно посмотрел на своего пациента. «Естественно, вы не бог. Все эти чудеса, которые вы думаете, что делаете, происходят исключительно в вашем воображении. Чтобы вернуться в колею нормальности, вам всего-то надо осознать, что вы не можете быть этим, ну, богом. Примеры ваших так называемых чудес, которые вы мне описали, все до единого похожи на бред. Бред бедного ума, который очень сильно запутался. Вам потребуется еще несколько сеансов, чтобы вы смогли его распутаться». Он встал и жестом велел худому мужчине сделать то же самое. Потом уверенно положил руку на его костлявое плечо. «Но вы ошибаетесь», — не сдавался худой мужчина. «Я действительно творю чудеса». «Чушь собачья», — тихо сказал ему доктор. «Вы должны найти способ не верить в это». Он на секунду задумался. «Почему бы не подвергнуть ваши божественные способности к кислотному тесту?» «Что вам будет сделать труднее всего?» «Уничтожить все сущее, наверное». «Тогда уничтожьте все сущее», — посоветовал психотерапевт с легким оттенком сарказма в голосе. «Не сможете этого сделать?» «Вот и убедитесь, что вы не бог». «Но я бы не хотел этого делать. Я сам создал этот мир, и...» Психотерапевт уже начал терять терпение. «Да вы не сможете ничего сделать. Это все у вас в голове. Давайте, попробуйте, потерпьте неудачу, и сразу продвинетесь в выздоровлении на тысяч процентов». «Вот». Он нацарапал на клочке бумаги несколько дат. «Я назначаю вам еще несколько сеансов терапии. Последние — шестнадцатого июля. Мы приведем вас в порядок, дружище. Это я вам обещаю». «Хотите сказать, что на самом деле я не могу уничтожить все сущее?» Недоверчиво произнес худой мужчина. «Что это все у меня в голове, и вы можете меня вылечить?» Он взглянул на листок бумаги с датами. «Именно так». Психотерапевт кивнул. Худой мужчина выглядел совсем потерянным. «Будет ли это разумно — уничтожать все сущее прямо сейчас?» Вся его поза выражала растерянность. Голос психотерапевта был тонким, как бумага. «Да, вперед, мой друг, смелее, сделайте это!» Худой мужчина выпрямился, вздернул подбородок и скрестил на груди руки. «Это займет некоторое время», — сказал он. С минуты он стоял, замерев в таком положении, глаза его были полузакрыты, тело напряжено. Психотерапевт ждал терпеливо, презрительно. Наконец худой мужчина повернулся к нему и сказал. «Ну, вот и все. Готово». Громкое пренебрежительное фырканье слетело с губ психотерапевта. Это было непрофессионально, это было лишено достоинства, но он ничего не мог с собой поделать. «Значит, по-вашему, все сущее исчезло?» «Тогда он кнул пальцем в себя, потом в стоявшего неподалеку худого мужчину, тогда почему мы все еще стоим здесь живые?» Он подбежал к окну. «Ну-ка, подойдите сюда, я кое-что вам покажу. Выгляните в окно». Он сам так и сделал, и лицо его приняло оттенок непропеченного теста. Его руки начали трястись не мелкой нервной дрожью, а судорожно, как у эпилептика. Он снова повернулся к худому мужчине. Прошло какое-то время, прежде чем он смог заговорить. И когда он смог, то он сказал не своим голосом. «Там ничего нет. Одна только серая мгла. Одна только серая мгла и больше ничего. Ни зданий, ни людей». Он уставился на своего пациента, и слова застряли у него в горле. «Да, так и есть. Но это невозможно. Это какой-то трюк. Хитрый звериный огонь на миг осветил его глаза, и дыхание его стало почти ровным. Не знаю, как ты это сделал, но одно я знаю точно. Мир никуда не исчез. Возможно, это гипноз». Он на секунду замолчал, и в его следующих словах прозвучало дикое торжество. «Если все сущее исчезло, тогда что мы здесь делаем? Скажи мне, а? Почему осталась эта комната? Почему остался ты и я?» Он ждал ответа почти вызывающе, и его пациент смотрел на него каким-то странным взглядом. «Ну, — сказал худой мужчина, — ты должен был это понять?» «Что я должен был понять? Я ничего не понимаю!» «Это же так просто!» Худой мужчина улыбнулся. «Все сущее уничтожено. Мы остались. Потому что ты назначил мне еще несколько сеансов терапии». Он помахал клочком бумаги, которую держал в руке. Психотерапевт медленно подошел к окну, еще раз выглянул наружу, потом вернулся. Он хотел что-то сказать, но с его губ сорвался лишь хриплый крик. «Последний, 16 июля», — напомнил худой мужчина. Конец. Эксклюзивный перевод Павел Павлов. Текст читал Владимир Князев.